Всем привет! Это первый день марафона пластилинового, и он будет у нас в этот раз очень необычный, потому что я подготовила для вас мою любимую пластинку. Я недавно её приобрела. На этой пластинке будет сказка. Сегодня мы начнём её слушать. Единственное, я её ни разу, кстати, не слушала, то есть я включала, понимала, как работает пластинка. И всё здесь ненормально, потому что она, на самом деле, достаточно старенькая. Вот такая вот она. Вот, ещё с времён Советского Союза. Вот, и, да, кстати, показала вам, что за сказка уже. Кто успел прочитать, тот молодец. Вот, и мы будем с вами её слушать. Дальше, завтра, второй день марафона, мы её закончим. И, собственно, в эти дни мы будем лепить героев из этой сказки. Очерёдно себе не буду говорить. Сейчас вот первого начнём героя лепить. Это будут фигурки. Этот марафон посвящён чисто фигуркам. И я не буду даже как-то по-другому направлять камеру. То есть я прям буду вам здесь показывать, как мы что лепим. Вот. Сейчас единственное, протру немножечко пластиночку, потому что она запылилась. Вот вам ещё раз покажу, как она выглядит. Пластинки две. Вот. И на обоих сторонах находится сказка. Будем сейчас вместе её с вами слушать. Я не знаю, сколько она длится. Но я не думаю, что прям восемь часов. Так, и сейчас протру всю пластиночку, а то она у меня немножко запылилась. И начнём. А пока напишите, кто когда-либо вообще слушал пластинки. И какие вы слушали пластинки, да? То есть что на них было, на этих пластинках? Расскажите мне. Ну, вроде всё нормально. Привет, привет, привет! Всем большой привет! А пока подготовьте телесный цвет, ребята. Итак, начинаем слушать. Сейчас ещё прибавлю громкость. О, вот этот скрип пластиночки. Скажи-ка, дружок, где начинается день, а? Если идти над землёй вместе с солнцем, то как определить, где кончается вторник, а где начинается среда? Английский писатель Льюис Кэрол считал, что это происходит, наверное, где-нибудь над океаном. А они такие большие, моря и океаны. И все так плохо знают, что там над ними происходит. Вот никто и не видел никогда, как вторник становится средой. Много неясного в странной стране. Можем запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться, вдруг будет пропасть, и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело. Вам слышно? Напишите, пожалуйста. Так-то, дружок, в этом-то всё и дело. Добро и зло в стране чудес, как и везде встречается. Но только здесь они живут на разных берегах. Здесь по дорогам разные истории скитаются. И бегают фантазии на тоненьких ногах. Жил-то был такой замечательный писатель Льюис Кэррол. Стоп! Уже началась путаница. Ты привыкай, дружок. Путаницы здесь будет предостаточно. А какая же настоящая сказка, настоящая интересная игра, бывает без путаницы. Так в чём здесь путаница? Жил-был. Дело в том, что жить-то он и жил, а быть-то его не было. А? И? Потому что на самом деле был совсем другой человек, которого звали Чарльзом Лутвиджем Доджсоном. Однажды для Алисы Линдон, одной своей знакомой маленькой девочки, он начал рассказывать сказку. Тогда-то и родился писатель Льюис Кэррол. Льюис Кэррол. Потом он её напечатал. Знаете, Льюис Кэррол? Ты писал с этим вымышленным именем и начал жить. И живёт до сих пор. Вот тебе видно. Так что же остаётся, когда съедена банк варень? Что останется, когда спета песня? От Льюиса Кэррол осталась его улыбка. Кто это улыбается? Сам Льюис Кэррол? А может быть, Чеширский кот персонажа в сказке? Да слушай до конца, и если ты будешь внимателен, а потом ещё чуточку подумаешь, обязательно поймёшь. Этот рассказ мы с загадки начнём, даже Алиса ответит едва ли, что остаётся от сказки. Спасибо. Заметела. Спасибо за вашу творческую твуру. Очень прекрасно. Спасибо. Завтра будет второй день Ютуба. Завтра будет второй день Ютуба. Промелькнувшие во сне В страну чудес волшебною Они переселяются. Мы их, конечно, встретим В этой сказочной стране. Спасибо. Ну что ж, пора начать разговоры. Как-то Алиса не считает, что книжка без картины. Спасибо. Или хотя бы без разговоров, книжка неинтересная. Алиса сидела тогда на берегу реки. Было жарко, жарко. Я страшно скучаю, я просто беседу. И мысли приходим, воня без покоя, Чтоб кто-то куда-то меня пригласил. И там я увидела, что такое... Эльвира. Голубой берем. Именно права не знаю, Все советуют на перебой. Почитаю, я зову, я читаю. Поиграю, но я с кошками играю. Все равно я ужасно скучаю. Эльвира. Эльвира. Почитаю, я зову, я зову, я зову. Почитаю, я зову, я зову, я зову, я зову. Почитаю, я зову, я зову, я зову, я зову. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Пишите, к вам и лепим Субтитры делал DimaTorzok Пишите, к вам и лепим Субтитры делал DimaTorzok 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 Но я очень хотела бы узнать, какая это страна? Австралия? Ну вот, вот дожили. Появляются девочки, которые стоят на голове, да еще спрашивают, какая это страна. Куда смотрит правительство? Эй, правительство! Тетенька, не надо никого звать. Будут творить мое детское любопытство, и я сразу лечу. Сначала встаньте на ноги. Стоять на голове для девочки ваших лет в высшей степени неприлично. Я не могу, я должна лететь обратно к себе в колодец, стоять в Англию. Вы только скажите! Люблю героя этой сказки. А вы из этих, из антипятов? Нет, мы нормальные, это в антипоты. Антипо? Как это неприлично! Правительство! Когда провалишься, спой землю от стыка. Или поклянешься, провалиться мне на месте. Без всяких трудностей ты попадешь сюда. А мы уж встретим по закону, честь по чести. Мы антипоты, мы здесь живем. У нас гунать, зрять, зрять, а координаты. Стоим на дяко, твердо мы, и на своем. У нас гунать, зрять, а координаты. Стоим на дяко, твердо мы, и на своем. У нас гунать, зрять, а координаты. Но почему-то прилетая в попыхах, на головах стоят разини и раздяпы. И даже пробуют ходить на головах антиребята. Мы антипоты, блестящие, у нас гунать, а координаты. Стоим на дяко, твердо мы, и на своем. И ходим с нами, где антиребята. Ох, вот я и вернулась в наш колодец. Как хорошо здесь. Додо, где ты? Здесь, здесь. Больше я не буду от тебя улетать. Без тебя как-то... Ох, тут я устала. Так, ребят, сейчас, секундочку. Вот, слепите пока эту часть. Так. Я пока вам поставлю, что мы лепим вот здесь. Сейчас я подведу, секундочку. Пока лепите, что мы сейчас сделали. Так. Сейчас продолжаем. Где-то мы с вами здесь остановились. Слушай, видишь, как во сне, тебе снится, что ты заснула. Летишь, летишь, летишь. Так, привет, привет. Так, нет, этого не было. Вот здесь, наверное, где-то. Да, про антиподы мы с вами песенку послушали. Вот, да. На головах стоят разини и раздяпы. И даже пробуют ходить на головах. Антиребята. Мы антиподы. Мы антиподы. Мы антиподы. Мы здесь живем. У нас тут анти-анти-анти-анти-анти-анти. Стоим, хотят, как мы и на своем. И ходим с нами, где анти-анти-анти-анти. Ух, вот я и вернулась в наш колодец. Как хорошо это. Додо, где ты? Здесь, здесь. Больше я не буду от тебя улетать. Без тебя как-то... Ух, плянки. Может, мне вздремно? Вздреми. И пусть тебе приснится сон про то, что тебе снится, как ты спишь и видишь, как во сне тебе снится, что... Так, сделаем тебе ножки. Летишь, летишь, летишь. Догонит ли в воздухе или шалишь Летучая кошка, летучую мышь? Собака летучая, кошку летучую. Зачем я себя этой глупостью учу? А раньше я думала, стоя над ручей, Ах, как бы мне сделаться тучей летучей? Вот я и стала летучей, летучей, но вот и решаю по этому случаю. Догонит ли в воздухе или шалишь, Летучая кошка, летучую мышь? Трах-бах! Ой, где это я? Ну, наконец-то полет закончился. Хорошо, что в его конце кто-то приготовил эту отличную пробу сухих листьев. Какие бывают в парках осенью? Это ты воду? Ну, конечно, я. Еще мальчик, я любил прыгать, разбегывать... Золушка. ...кучи сухих листьев. А ты тоже упал? Нет. Ведь это тебе сказка снится, а я ее тебе рассказываю. Берем стесно. Интересно, зачем я суда пала? Продай вам глаза. Все, началось так давно. За мной, за мной ты попала, за белым кроликом с карманными часами. Как я опаздываю, обреют меня, обреют и ушки, и ухики. Это будет так неприлично. Убегаю, убегаю, убегаю. По-моему, сейчас я тебя, сейчас! Но за поворотом кролик бесследно исчез, а сама Алиса очутилась в очень странном месте. Вот кто это. А где же белый кролик с карманами часами? Прогнал, как и не было. Вообще! Черный берем. Какое странное место! Это очень странное место. Зал, не зал, а что-то длинное. И висячий ласик, костюмак. Спасибо за подарок. И все заперты. Саперты. Наверное, сюда уходят игрушки, которые мы надоедем. Может быть, может быть. А почему это место? Очень странное место. А потому что все остальные места очень уж не странные. Должно же быть хоть одно очень странное место. Как же отсюда выбраться? Эй, Тудок, куда ты? Я тебя просил подумать, прежде чем соваться на ту нору просил. А теперь сама выпутывайся. Исчез. Спрятался. А, знаю, он просто рост в порядке, но воздухи все равно здесь. Ну вот, я слышу, его смешок. Ну разве мой ногу оставит Алису одну в каком странном месте? Ой, какая-то девка к стене. Золотая. Вот ключик, золотые боли, где лежит на хрустальном прозрачном столике. И как он приятный. Дудо, Дудо, это твои штучки. Не подкрадывай. Так, подошел ключик. Открываем дверцу. Какой прекрасный сад там за дверцей. Цветы, фонтаны. Хочу туда. Эх, даже голова не повязает. Ну как? Да может, боком. Эх, ну и придумал ты дверцу, Дудо. Такую дверцу даже форта в него не приняли. Подумать, даже голова не пролезает. А если бы пролезла, что ей там одной делать? Вот представь, приходит к тебе в гости голова. Ты истер, а, стойте, садитесь, пожалуйста. И оказывается, что ты поставил ее в глупое положение. Ну как может сесть с головы, если она одна, а? Перестань, Дудо. Ой, пузырек. Что написано? Выпей меня. Ну уж, не отпусти, мы из незнакомых пузырьков не пьем. Знаем, что бывает с детьми, которые не слушаются взрослых. Одна моя знакомая, очень глупая девочка, Мэри Энн, ушла погулять без спроса. На нее сразу напала дикая, падучая коза. Ну-ка, пузырек, повернитесь. Быстро. Так у вас там сзади написано яд. Так, ничего не написано, тогда можно попробовать. Похоже на персиновый сок, банальный, с жареную утку, с яблоками, плампе и соленые огурчики. Ой, что со мной? Я складываюсь, я уменьшаюсь. Вот я уже в остров за столик. Вот уже ниже столика. Эй, хватит на то, как я уменьшусь, да ниже пола. Ну вот, кажется, кончилось. Теперь-то я проеду. Мы как раз маленькую Алису. Ну что же это такое? Как же я забыла ключик, ты остался на столе? Что со мной, наверное, пока я уменьшалась? И ум у меня уменьшился и стал совсем, как у Мэри Энн. Толстушка Мэри Энн была, так много взяла и пила, Что еле-еле проходила в двери. То прямо за хату спала, то пламела и макала, А то везала над селами, Медейшая в целом мире, мэри. Чтоб сломать тёты Бэри Энн, Едва хватало пили. Она на парке Бэри, Везде по крайней мере. В берлогах, как медведи, Сняты с мамы, я с кем-керри. С мамы, я с кем-керри. С мамы, я с кем-керри. И это мы прикладываем сзади. О, смотрите, первая часть уже закончилась. Как раз прошло... О, так она всего часика идёт. Полчаса одна сторона, полчаса другая. Привет-привет. Вот, смотрите, это задняя часть волосиков. Вот как раз за полчасика Я успела слепить вам одного героя. Добавляем сзади вот так волосики. Сейчас ещё надо подлиннее всё-таки сделать. Так, ну что, слушаем вторую? И завтра будем заканчивать. Ой, рано. Рано, рано. Так. Почему ты снижаешь? Вот. Привет, всем привет. Вот в столу коробочка. Её раньше здесь не было. Что в коробочке? Пирожок, а на нём визюмом выложено. Съешь меня. Ну, теперь мы уже учёные. Знаем мы тебе, зачем тут пузырьки расставлены, зачем пирожки в коробочках. Кусаем раз, кусаем два. Ого, всё страньше и страньше. Я раздвигаюсь, я выдвигаюсь, я уже как через куб. Придётся сесть на пол и поплакать. Хочу в сад. В сад хочу. Всё чудеса, си, чудеса. Ой, мне кажется, и говорить разудила. Сколько раз влагала, и ничего тут не успела заявить. И уже на полу лужи метров два глубиной уже ползала, залила овощи. Ой, очень странное место. Ой, кто-то идёт. Скорее, вытрим чё. Ах, это белый кролик. Так, перчатки я не забыл, феер взял. Всё бы ничего, да вот герцогиня. Если я поздаю, она выйдет из себя и не вернётся обратно, а прямо придёт в ярость. Знаем мы, куда ходит герцогиня. А разольятся-то, как вы в гости опаздывали. Простите, пожалуйста. Ой, не лезёшь так неожиданно прямо на глазах вырастать. Погодите, вы уронили феерные перчатки. Не бежал. Никогда меня не боялся теперь. Ох, как жарко. Хорошо, что он веер забыл. Ой, не хитничай, Дудо. Вчера я, была я. И всё ж, ну, как обычно. А вот сегодня утром я или не я проснулся в своей кровати. Кажется, уже не совсем. А теперь кто же я? Вот, вот, очень странное место. Может быть, я вели, а? Я столько всего знаю, но почти ничего. Ну-ка, четырежды пять двенадцать, четырежды шесть тринадцать, четырежды семь гумбочка. Я никогда и до двадцать семь не дойду. Ладно, не считается. Позьмем географию. Лондон — это столица Парижа, а Париж — столица Рима. Они, о-го-го, попробуем спеть. Ой, что ты, голодный мой какой. Я должна до одного числа знать, до цифры пять. И хотя бы для того, чтоб отметки различать. Кто-то там домой пришёл, и глаза поднять боится. Это раз, это пол, это единица. За паром ступил едва, а ему голова бойка. Значит, пара — это два, или просто двойка. Это раз, ещё раз, голова одна у нас. Ну, а в этой голове ухо два и высоте. Вот ты, гранди, тот народ, и смеётся глухо. Только в ней всего пятнёт. Голова, два уха, голова, 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 два уха. Так, Мэри Энн и никаких сомнений. А ведь Мэри Энн, как приходит из школы, так сразу садится за уроки, учит, учит, до самой ночи учит. И так ничего и не учит. У неё не хватает времени, даже чтобы в куклу поиграть. Всегда, всегда беда, ни вы, ни мы, ни нет, не та по кто ошибок сделала в примере. Но знала Мэри Энн, всегда, в том, я, в том, и кто, куда, о, я беда, я беда, противнейшая в целом мире Мэри. А в голове без перемен у Пэри Энн, у Пэри Энн. И если в тело Пэри, то все кругом не мели. Слуху закомил у неё такой глупой сидели, такой глупой сидели. Такой глупой сидели. Да, Алиса всё быстро выучит, а потом играет. Ох, вот если бы кто-нибудь пришёл сейчас и сказал, девочка, давай поиграем. Я бы ему прямо ответила, не уговаривайте, не уговаривайте. Перво скажите, кто я. Ой, пусть скорее кто-нибудь приходит и уговаривает, уговаривает. Я бы не научилась тут одна. Посмотри на стол. Ой, какой большой. Может быть, это ты стала маленькой? Ох, и всё уменьшается, уменьшается. Ни ела, ни пила. Веер. Скорее бросить. Прямоугольник у неё. Возвращаясь, она не исчезла. А теперь в сад. Ой, я бы скользнулась. Я лечу. Так, и в воду упала. Да ещё в какую-то солёную. Солёную, ура, значит, это море. А море всегда устроено так. Вокзал, потом пляж, а потом море. А здесь, значит, наоборот, море, пляж, вокзал. Значит, я поеду домой по железной дороге. Что-то я плыву, плыву, а берегов нет. Ирина, может, это не уходит? Что там на этой береговке? Девочкины слёзки. А-а-а, это я сама на так. Как тебе и нравится? Ирина, это кто не ж со стольюклика? Кто не знает? Слезливое море вокруг развелось И вот принимаю я слёзную ванну Должно быть по морю Из собственных слёз Плыву с независимой океан Простеряешься здесь по морю Со стихией один-один Может, сря прохладили бы в школе Что моряет по моренной соли Хоть бы и на попасть, Можешь ли ты И встретился в добром детстве Кто-то там отдыхает Вот никто выше Кто же попал в моё слёзное море? Спасите, спасите! О, ужас! О, ужас! Я больше не сверну Ехали нырну Немного проплаваю Чуть под подружек Но силы покинут И я утолу И мне по секрету Отвечусь маленько Я рыбная мышца Или мышная рыба Я тихо лежала В уютной море Читала, мечтала И ела пюре И вдруг это море О, да, да, да Как будто Он наплакал Я в нём Как мышь Промокла Протрогла Так А вот как С ней заговорить? Чё это вы у меня по-любилете? Ну ладно, давайте вести Светку и весело Мы же звонёк в глупом положении А настоящие англичане Когда попадают в глупое положение Всегда делаются, что они не в стране попали А ведут светскую беседу Ой, маша А чё это вы у меня по-любилете? Вот уж так светская беседа Сначала подманят, а потом брят Вы что думаете, раз я мышь Так по-французски не бурбу? А что я такое сказала? Вы спросили, где моя кошка? А-а-а, ну талант смущения Я не знала, что по-французски мышь Ну если бы вы познакомились с моей девочкой Она такая нежная, ласковая Так ловко ловит мышей Ну вот, уплывай, уплывай, уплывай Стойте, не будем больше о крысы Поговорим о собаках А собаках, пожалуйста Самая светская беседа У наших соседей есть такой симпатичный интерьер Он не только всех крыски и душил Он и мышей Ой, простите Вы просто бесстасная девочка Уплывай Погодите, погодите Спасибо Спасите, спасите Хочу я, как прежде На руках, на диванке Сухие мыши Здесь плавают девочки В верхней одежде А коры и очень Не любят мышей И так отходы же Дрожу на ладоши А мне, говоря Про перьеров и кошек А вдруг аж пилот На меня напоет Реши А ошибся Что я мышелот Ну вот я зубами зацокала От холода И птичестра Я здесь Как мышь Промокла Продругла Снова Спасибо Дай мне слово Дайте мне слово Попугай, пирата, морей. Бам-бам-бам-бам-бам. Родился я в тысяча каком-то году, бананами анновой чащи. Мой папа был по попугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я детственный лес. Других героев этой сказки. Он начал на местного папу кричать, а папа Фернандии не мог отвечать. Не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари на зари, учил я три слова, всего только три. Упрямо себя заставлял повторить. Крава, карина, и черт побери. Послушайте все. О-о-о, э-э-э-эй. Рассказ попугая, пирата, морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так начал я плавать на разных судах, в районе экватора, в северных. И так на разных пиратских судах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хао, эту еду. Но я повторял от зари на зари. Крава, карина, и черт побери. Послушайте все. О-о-о, э-э-э-эй. Меня попугая, пирата, морей. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лет стоя проплавал пиратов, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство соломанный грош, а я уже был коварящий. Турецкий Паша нож сломал пополам, когда я сказал ему Пашу салам. И просто контрашка хватило Пашу, когда он узнал, что еще я пишу, считаю, пою и бляжу. Я в Индию видел Иран и Ирак, я в Индии виду, мне попка дурак. Так думают только одни дикари. Карава, карарина, и черт побери. Берем зубочистку, ломаем ее пополам. И еще раз пополам. И еще раз пополам. И прикинь на сухую тему, и все. Во что? Дитя мое. Мы же все придуманные. У нас все писатели словами написали. Люди, когда веселятся, надевают на себя маски еще смешнее, чем игрец. И говорят, что все это веселый маскарад. Только не вставьте мне все общество, а то мелькают, а кто непонятно. Подлякнуйся, я очень замерзла. Давайте сушиться, сыграем в путалки на сухую телу и все, а что? Дитя мое, мы же все придуманные, нас всех писателей словами написали. Люди тогда веселятся, надевают на себя маски еще смешнее, чем их лица. И говорят, что все это веселый маскарад, а мы делаем слова еще смешнее, чем они есть на самом деле, и заставляем их прыгать. Вамечательно, только представьте мне все общество, а то мелькают, а кто непонятно. Ну, попугая, рубин гуси, мыши, меня ты уже знаешь. А это? Так, это атака гризли, знаменитая писательница на заборе. Счастливо познакомиться. Записать на заборе. А это ее боевой друг, орленок Эд. Таких имен, поймите, нет какой-то бред. Орленок Эд, я слышал, это джентльмен, милети. Для быстроты, для простоты, праша со мною, пыль, на ты, зовите. Эдом Эд, то вроде Эдди. Эд, это просто место имен. Эдгар, Эдвард, Эдмонд. Эдин, Эдин, Эдин. Но Эд, не сокращение, ой, Эд, не утрощение. А Эд, прошу прощения, скорее обобщение. Для легкости общения, ни более, ни менее. Приятно. Очень приятно. Ну а дальше стрельные враги и разные белкие птички шизокрылые. Ой, чувства, если я не пса, схватит меня жестокий нас. Сейчас я всех высушу. Как простой и скромный Алисавет я заявляю, чтобы высушиться, надо пользоваться только сухими предметами. Вопросов не иметь, я старший и все. Помолчи. Спрашивается, что суше всего? Отвечаем, лекция. Забор, чудо, забор. Итак, за главным звуком засилья застойного затишья боярского застолья порвался козный стук топора, которым Пётр рубил окно в Европу. Где? В стене. В какой? В какой стене можно рубить топором? Конечно, в деревянной. И прорубил. Прорубил. Забор сюда, забор вырубить. Продолжаем. Но боярское засилье застойного застолья, имевшее точку отпора в лице Петра Алексеевича... Алиса замёрзла. Алиса замёрзла. Объявляюсь. Странные скачки. Странные скачки. Почему странные? А какие могут быть скачки в странном месте? Так, рисуем на земле круг. Так, становитесь строго в беспорядке. Ну, ну, ну. А куда бежать? А куда хочешь? А как мы не знаем, кто победит? А как кто бы станет и не станет на носок, так он уже и победил. Так, все победят. Замечательно. Эй, вы сиркувые, эй, холодноносые, эй, вы стукозубые, и дыповолосые, эй, мурашко кожаные, межляки-межлячки, мокрые, скукоженные, начинаем скачки. Мужки, эй, ухли, эй, опни, помочь, родины, саду-брасывайте. Все закоченелые, слабые и хилые, ну, как угорелые, побежали, милые, но обмороженная пестрая компания выполняет положенное самосогревание. Ох, ой, 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 вы бегаете, прыгаете, кричите, крыльями мажете, ноги, нахуй, клювы, перья и шерсть, и все чудеса, и нет, странше, нет, чудес, странше, ой, я заблуждаюсь, ой, никого, но и место, что не на меня растертили, кто-то идиоток, и перчаток дел, и перчаток дел, и перчаток дел, и перчаток дел. Эй, Мэриэн, ты что тут делаешь, пиздельница, парашка мой, и сейчас же принеси мне, где я рыб делаю перчаток. Вот уже и кролики на меня кричат, я же говорила, что я, это не я. Хорошо смотреть вперед, но сначала нужно знать, правильный начальный счет, раз, два, три, четыре, пять, отмечаешь кое-как, у нас не взлетая тяжко, и в троях, и в троях свинку с натяжкой. Стих читаешь наизусть, но чуть-чуть на разговорках, вот четыре, ну и пусть, твердая четверка, пять, раз, два, три, подбежали футболей, обогнали трояка, на четыре петлика, вот четверышки сбежи, выстрелить четверка, сайт троечки, шофит, голова треуха, голова, 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 треуха. Мэри Энн, и никаких сомнений, перчатки, ей знать бы, где они лежат, ой, домик, и табличка на двери, медную, блестик, бэ, кролик. Ура, перчатки всегда бывают внутри домиков, ой, а потом там настоящие нарисы, да как визгни. Эхе-эхе. И не эхе, представляешь, какой-то кролик дает мне поручение, а я выполняю, а? Эхе, когда читаешь сказки, это одно, а вот влизишь внутрь, самые чудеса. Ну и что? Путаница, да такого просто, то я такова, и не ясно, кто я, ведь это же важно знать, кто же ты есть. Стой, Алиса, по-моему, ты просто боишься войти вдох, чуть-чуть. Вот я уже поставила ногу на ступеньку крыльца, только до дома мне надо обязательно написать книгу, большую, хорошую, во всей путанице, во всех опасностях напишешь. Обязательно. Ну я пошла, поднимаюсь на второй этаж. О, вот они перчатки с веером, лежат на столике. Опять пузырек, что написано? Ничего не написано. Вылипи меня. Здравствуйте, говорящие пузырьки попадают. А что, Алиса, знакомого маленького роста, что колики для тебя кричат? Лучше с тобой плавают. Ну-ка. Ого. Эй, эй, растём. Бум. Потолок. Сядем на пол. Бум. Опять потолок. Придётся лечь. Ноги мешаются. Одну под огнём, другую куда? В камин, в домоход. Теперь руки. Одну под огнём, другую куда? А, окно. Ну что ж, очень даже уютно устроились. Кто там? Кто там? Белый кролик. Его только не хватало. Везде опоздал. Перчатки везла. Мэриэн три. Мэриэн, ты слышишь? Я токую ногами от недопения. Перчатки, е-е-е-е. Шарку, шарку. Фу, пупеньца. Ну, пойдёт самому. Страшись, Мэри. Это, нет. Ой-ой-ой, какие опасности. Алиса, придержи-ка теперь локтем. Фу. А, искры, искры. Ну, Мэриэн, этого я вам не прощу. Шить кратёт держать дверь. Да в моём доме, да ещё с той стороны. Опаснее, опаснее. Что делать, Дудо? Так, берёмся за старт. Подтягиваемся неприспособленного кролики для лазанья. Берём шажубами же корнишки, устанавливаем жадные лапки. Зачем? Ну, держись, Мэриэка. Нет, все ухи оборвут. Берём, как надо рвутухи. Вот я тебя собачу. Берём, как надо рвут. Яблоки закапываю. Учимик не пили. Всего мы собили. Давай, не зевай, сортируй, собирай. Ведь шибик не пили. Давно мы забыли, Когда собирали такой урожай. И шибик не пили, конечно, Решили закапывать яблоки в воде лиза. Расстроенный пили, кота. И легири копай, чтоб закончилась пудовица. Всё, ребята. Пластиночка закончилась. Сейчас мы доделываем чеширского кота. И встретимся завтра с вами в Ютубе. Как вам пластинка? Напишите, кто с самого начала слушал. Мне очень понравилось. Такие голоса, звонкие, эмоциональные. Кстати, очень интересная интерпретация. Ой. Так, вот усики. Да, мы уже сделали Алису. Сейчас второй чеширский код. Остался хвост у него только. И всё. И завтра будем ещё двух героев лепить. Тоже из Алисы. Будем дослушивать сказку. И из Алисы лепить ещё двоих героев. Это марафон у нас по фигуркам и вообще по сказке. Кто любит Алису, напишите, пожалуйста. Спасибо вам за 16 тысяч лайков. Ребята, это что-то с чем-то. Я вижу, значит, вам понравилось. Потому что обычно, когда я просто леплю, не набирается столько лайков. Я люблю, я люблю. Ага, напишите, кто с самого начала здесь был и кто слушал сказку. Я специально мало говорила. Если говорила, то прям только, знаете, что-то очень важное. Делаем хвостик сиреневого. И шёпотом, чтобы вы могли всё-таки слушать сказку. Я-я-о, отлично. Кто любит аудиосказки вообще? Напишите тоже. И на хвостик добавляем полосочки розовые. Я-я-о, ой, круто. Круто, что вас так много. Я тоже в детстве обожала. У меня, правда, пластинки были, но они были на даче. Я их тоже слушала. А дома, так как я родилась в 90-е, дома я слушала кассеты. Винни-Пуха слушала, Попугая Кешу слушала. Ещё какая-то была у меня сказка. Ухти-тухти слушала. Знаете такую сказку? У меня, кстати, есть пластинка Ухти-тухти. Если вам нравится эта сказка, можем в следующем марафоне или просто выйти в эфир. Она покороче, она не такая большая, как Алиса. Послушать Ухти-тухти. Так, если вам вообще понравилась эта тема, я, может быть, тогда ещё поищу пластиночки и в следующий раз другую сказку будем по пластинке лепить. Вот, Чеширик готов. Да, понравилось? Понравилось? Я очень рада. Очень рада. Ой, 18-й человек. Ребята, как вы вообще успеваете? Круто, спасибо большое. Ну, смотрите, Чеширский котик готов. Хвостик я ему сделала, лапки сделала, разделение зубиков тоже. Всё готово. Давайте ещё, знаете, что добавим? Ноздри. Это можно проткнуть зубочисткой. Вот так. Вот, смотрите, две фигурки Алиса и Чеширик готовы. Они, правда, миниатюры, но вы можете сделать его абсолютно любого размера, да, побольше, поменьше и так далее. Ну, мы, кстати, с вами сделали... Ой, Стёпа, привет! С тобой в субботу увидимся. А вы можете сделать... Мы сделали как раз Алису в уменьшенном размере, как она была в сказке, да? Вот она такая маленькая. Ну, и Чеширский котик уменьшился. Вот, такая парочка получилась. Присылайте, пожалуйста, ваши работы ко мне в телеграм-канал. Он называется Элленка Лепка. Буду сегодня смотреть, буду вас лайкать. Я надеюсь, этот эфир сохранится. Я его выложу в Ютуб. Завтра мы встретимся с вами в Ютубе. Будем продолжать слушать сказку и лепить ещё двух героев. Восемь часов по Москве. Вот. Кто хочет попасть на обучение в Zoom, также пишите в телеграм. Спасибо, спасибо, рад, что вам нравится. Телеграм называется Элленка Лепка. Когда эта запись будет в Ютубе, то я прямо под этим роликом оставлю ссылочку на телеграм. Поэтому вы можете сразу никуда ничего не вбивать, а на ссылочку нажать и записаться. Всё, благодарю вас за внимание. Спасибо вам. Я рада, что вам понравился такой формат. Я, на самом деле, очень переживала, потому что я такое никогда не делала. На минуту пришла в голову. Пришла пластинка, точнее, сначала ко мне, а потом это пришла идея в голову. Ой, спасибо за подарочек, Даме. Спасибо. Ты красивая. Спасибо. Всё, тогда до завтра, ребятки. Сегодня, кто пришлёт фоточки в телеграм, буду лайкать и смотреть. И сегодня ещё там увидимся. Всё, пока-пока.